Девушки, дорогие, всем привет! Мы сегодня с вами в Юникло. Я пока ничего не снимала, ну так сказать, обзором, потому что снимать особенно нечего. Но может быть я выйду потом, сниму такую общую панораму, чтобы преддверии примерочных, чтобы было как бы более интересно. Я себя особо не показываю. Я сегодня оделась, вот знаете, что ближе, лежала в шкафу, то и вытащила вот такое пальто у меня. Вы его видели, свитоколубой. Ой, сейчас. Юбка под платки. Помните, было какое-то время назад очень модно? Просто очень модно. С тех пор она у меня и висит, и я в нее уже влезла. Раньше не влезала. И вот джинсовые сапоги у меня какие. Да, у нас по-прежнему холодно, у нас по-прежнему нет тепла. Хотя сейчас я это снимаю, это уже ближе к концу апреля, да? Ну, вроде бы последняя неделя. Прямо вот в это воскресенье уже будет 24 градуса, а сегодня где-то 9, представляете? Ну, я когда его выложу, возможно, к тому времени у нас уже станет тепло. Я не очень себе нравлюсь сегодня, поэтому особо... Ну, как бы я что-то... Что-то опаздывала на работу и схватила из шкафа, потому что ближе лежала. Тем более, с учетом того, что похолодало, я решила надеть свиток. Так, давайте будем примерять. У меня вон целая корзина. Сейчас я тут развешу красиво и вам буду показывать. Вы знаете, у нас сегодня яркие цвета. Я нашла какие-то вещи. На самом деле, у нас в Uniqlo в магазине вещей очень мало. Сплошные пижамы и белье. Я уже вам это показывала. Но иногда вот что-то сдают, то, что покупают онлайн. Я нашла несколько вещей. Вот такая Uniqlo-си красивейшая юбка, которая стоит 30 долларов. Стоила 70. Вот такого прекрасного голубого цвета. Это что-то льняное, зеленое. Вот такое платье. Я давно хотела его примерить. Бузочка. И брюки на Селли черные. И две кофты от Инессы, которые мне очень понравились. Они тоже, по-моему, сейчас на Селли, а может быть и нет. Я, честно говоря, не знаю, по 40 долларов. Инессы у нас почти не было в магазине. Но две кофты симпатичного цвета. Сиреневый и вот такой вот голубоватый. Почему они еще, кроме всего прочего, разного размера? А я сейчас размерами, девочки, совсем не знаю, что. И по этой причине, кстати, я принесла вот такое зеленое платье. Такое же синее я примеряла, и оно у меня было узкое. Узковато. И теперь я хочу сделать эксперимент. Влезу ли я в него, и по-прежнему ли оно у меня узковато или нет. И плюс ко всему, вам оно на Селли сейчас. Вы знаете что? Это очень красивая юбка. И я даже не знаю, почему их не было в магазине. Но я ни одно из них не видела в магазине. Из подобного цвета юбка Юникло Си. Десятый размер. Как бы сидит хорошо. Животов никаких не видно. Очень красивый цвет. У нее есть подкладка. Она немножко прозрачная. У нее есть подкладка до сих пор. Как раз до разреза. Я даже на моем сайте их не видела, если честно. Просто потрясающая красота юбка. Я вам сейчас покажу, вот как она выглядит вот так сверху. И сверху с ней я примерила вот этот топик от Инессы. Я его закрутила, потому что он очень длинный. Это размер Мидиум. Он довольно просторный. Вот этот я принесла Ларч. Я думала, что может этот мне будет мало. Но нет. Я даже мерить не буду Ларч. Потому что мне кажется, что Ларч мне будет великовато. Мне очень она нравится. Тем более она на сейле. Эта юбка. Но я не знаю. Как они так вот делают, что в магазине никогда ничего нету? Вот если что-то можно здесь купить, то только что-то кто-то сдал, принес в магазин, вернули и вот так можно что-то поймать. А так все нужно заказывать на онлайн. И у них, кстати, довольно противный какой-то возврат. У них там что-то не совсем... По-моему, нельзя в магазин возвращаться. Или, в общем, за деньги. Не помню. Я не помню. Это ВЧНМ было. Я не помню. Но, в общем, у них заказывать онлайн довольно рискованно. Потому что у них какая-то заморочка с возвратом. Не то они вообще не берут возврат. Не то там нужно платить за то, чтобы вернуть. Поэтому заказывать онлайн себе дороже. А вот так в магазине что-то поймать классно. В общем, короче, юбка. Она, конечно, синтетическая. Она такой красивый цвет. Просто прекрасная. Здесь как-то она отрезана. Вот такими вот какими-то кусками. Интересно. А, вот я покажу вам вот этот топ. Вот такой вот он длины. Может, и не надо было его закручивать. Может, и так нормально. Но, видите, вот он такой. Такая кофта. Юбка с кофтой. Как мы привыкли одеваться. Вот такая. Вот это размер medium. Большая. Лапшатка. Лапша на пуговичках кардиган. Но это не кардиган, а больше такой, как полос воротничку. Вот. Вот такой вот комплект. Так, смотрите. Юбка стоит 30 долларов. А стоила 70. Почти. Значит, да. Она вся полиэстер. И подкладка, и сама юбка. И десятый размер. Ну, как бы... Десятый довольно большой. Но это, видите, Uniclossy. Может быть, у них размеры поменьше. Сделана юбка очень красивая. Видите, вот так у нее здесь какие-то... Сзади она вот... Сейчас покажу. Вот такие здесь разные отрезы. И, ну, конечно, бесподобный небесный... Небесно-голубой цвет. Сзади она вот так вот отрезана. Вот. На замке. И, в общем, красивая юбка. А топик, значит, тоже Inessy. То есть, не тоже, а топик Inessy. Значит, он сделан 65 полиэстер, 20% хлопок. 15 лен. Неплохой состав. И стоит он 40 долларов. Это был размер M. И я не знаю, если они сейчас на селе. Я не думаю. Но, видите, у него неплохой состав. Я что-то думала, что он тоже весь синтетический. А у него... Ну, в общем, можно сказать, что 35% лен хлопок, а 65% полиэстера. Ну, фактически все из полиэстера. Ну, вот такой вот он, видите, голубоватый и с такими вот белыми... Белой платочкой и белый воротничок. Но вот такой, видите, вполне нормальный. Я еще померю ларш. Мне интересно, как это... Видите, я примерила этот сиреневый топ. Он не намного больше, чем он ларш. Не намного больше, чем митя. Если честно, размер почти тот же самый. И вот я принесла черные брюки. Они очень хорошие. Они на селе сейчас за 50 долларов. Это размер large. Такие широкие брючины, такие длинненькие довольно. В общем, хорошие черные брюки. Мне просто не нужны. У меня есть две фары очень хороших черных брюк. С шерстью, там, с частично шерстью, частично без. И, в принципе, мне как бы не нужны. Ну, стоят они совсем не так уж прям даром. 50 долларов это тоже деньги. Поэтому вот я просто их принесла примерить, показать вам. Они сейчас на селе. Вот такие классические черные защипанные брючки. Сидят неплохо. Длина немножко мне длинноватая. Потому что у меня сегодня очень маленький каблук. Обычно у меня повыше. Малюсенькие, тоненькие. Но, на самом деле, в принципе, брюки хорошие. И топ этот неплохой от Инессы. Ну, он такой какой-то немножко... Я не знаю. Ну, такой топ и топ. Цвет красивый. Ну, ничего особенного. Ну, с брюками вот так вот неплохо вместе. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Ну, топ такой же. Такой же состав. Только, видите, это размер LARCH. Он тоже стоит 40 долларов. Но они абсолютно... Вот. Почти одинаковые. Почти. Так, брюки. Значит, стоили они 70. Сейчас они стоят 50. И чего-то. Тоже Uniqlo C. Размер LARCH. И какой же у них состав? Давайте читать. Да, у них, в общем, 22% шерсти. 53 полиэстер. 12 район и 6 спандексов. В общем, неплохой состав. 22% шерсти. 49 долларов. Сейчас они стоят. Неплохая цена. Но мне не нужны просто еще одни черные брюки. У меня, правда, есть льня припары. Так что мне не нужно, правда. Так, смотрите. У нас такой летний льняной лук. Немножко такой деревенский. Такой. Кантри стал, я бы сказала. В общем, вот эта юбка Uniqlo C. Она есть в таком цвете и в синим. По-моему, это лен с вискозой. Но она очень как-то странна. Вот здесь вот. То есть здесь резинка. А здесь ее нужно затягивать. Это medium. Она такая большая. А здесь ее нужно затягивать на вот такие вот... На веревочки такие. Затягивать. И завязывать. То есть она безразмерная. Если ее развязать и растянуть... Во-первых, она очень растягивается из-за того, что резинка. Во-вторых, вот эти вот завязки еще можно как-то ослабить. И в нее вообще может влезть еще, наверное, я. Еще одна я. Видите? Вот здесь эти завязки. Их можно ослабить. И они тогда совсем как бы... Она станет очень широкая. Это medium. Это небольшой размер. И вот такой тук. Мне тоже кажется, что это лен. Это их Uniqlo C. Они есть в разных цветах. Есть вот такой вот... Мне понравился вот этот цвет. Хотелось сочетать его с зеленым. Но они есть черные, белые, всякие разные. И в принципе, вот он такой симпатичный. Кубик тоже такой, знаете, а-ля дачный. А-ля... А-ля такой... Кантриста. И с этой юбкой. Вот так вот они вместе выглядят. Вполне, по-моему, симпатичные. Юбка неплохая. Кстати, она на сейле сейчас. По-моему, это уже долларов 50 стоит. На этой не видно. А вот синюю я крутила. Хотела взять примерочную. На ней, по-моему, стояла цена поменьше, чем вот эта вот цена. Я сейчас посмотрю точно. Смотрите, топ этот. Очень хороший имеет состав. Значит, у него есть 47 район, 35 хлопок и 18... Ой, 35 биллион и 18 хлопок. Стоит он 40 долларов. Я примеряла размер Small. Они действительно довольно-таки большие. Можно было и Medium, но я что-то хватанула. Small. Вот такой рукавчик у него. Вот здесь такая, типа, мережки, мережки. В общем, типа, какой-то дизайн. Неплохой, симпатичный. Вот этот цвет горчичный. Мне, правда, нравится. Они назвали его желтый, но мне кажется, что он такой больше горчичный. Юбка. Что бы сказать? Она очень большая какая-то, безразмерная. Это размер Medium. Может быть, она имеется в виду, что она должна быть на бедрах. В общем, стоила она 70. Сейчас она, по-моему, стоит 40. Значит, у нее состав. Давайте смотреть. 67 район, 30 триллин. Вот, хороший состав. Карманы в ней имеются. Я, по-моему, не показала. Имеется в ней. Откладки не имеются. Откладки нету. Два разреза по бокам. Красивый, очень зеленый цвет. Но какая-то она баба-начайник. Вот эта вот, она прям такая большая, широкая. За 50 баксов, знаете, как-то. Кроме цвета, красивого-красивого зеленого цвета, мне особо в ней ничего и не нравится. Ну что, девочки, эксперимент с платьем. В прошлый раз я мерила синее, такого же размера large. Сейчас это зеленое и тоже размер large. Мне просто было интересно, насколько я... Ну, значит, что вам сказать? По-прежнему оно мне вот здесь вот в пузине маловато и облегает. Но в прошлый раз, если вы посмотрите мое видео, оно прямо меня облегало очень сильно. В этот раз я могу сказать, что немножко лучше. Интересно, да когда я буду ходить и примерять задние те же платья? Посмотрите, насколько я похудела. Честно сказать, я довольна. Знаете почему? Потому что, в принципе, в прошлый раз, когда я его примеряла, я просто... Это просто было ужасно. В этот раз оно мне маловато, но не страшно, не смертело. Так что, в принципе, я могу сказать, что прогресс есть. Вот. Ну, я вас долгала уже своим похудением, наверное, потому что... Это все, что я... Все, чем заняты мои мозги в данном месте. Но мне просто было правда любопытно посмотреть, как сидит вещь такого же размера, который я мерила, который у меня было очень-очень мало. Вот. Сейчас так ничего. Ну, мало, конечно, но не смертельно. Платье это я вам уже показывала, поэтому мне быстренько покажу. Значит, это размер large. Стоит оно 60 долларов. Конечно, это все полиэстер и спандекс. Это тоже ини-клоси. И, видите, с этой юбкой их как будто красили из одного бачка. Из одной банки красили. Что юбка, что платье абсолютно одинакового цвета. Красивый очень цвет. Изумрудно-зеленый. Я обожаю такой цвет. Но пока что для меня еще это платье, конечно, не мое, потому что оно еще мне маловато. Так. И вот такое еще платье, по-моему. Это тоже ини-клоси. Мне оно очень нравится. Что это у нас? Не знаю. Потом посмотрю. Мне оно очень нравится. Я все время на него смотрю. Вот есть очень, был очень красивый синий. Синий, потрясающе красивый цвет. Но оно было extra small. И я взяла small. Вот это платье размер small. Представляете? И у него есть подкладка. И я очень хорошо в него влезла. Прямо абсолютно полностью в него влезла. Прямо всяких вообще проблем и вопросов. То есть вот они тоже такие немножко оверсайзные. С карманами. Вот здесь такие защипы. По-моему, это лен с чем-то. Очень красивое платье реально. Прямо очень классное. Его можно носить с пояса. Можно носить без пояса. Посмотрите. Без пояса оно тоже... Потому что здесь такие незаметные вот эти вот штуки. Без пояса оно тоже очень неплохо смотрится. Просто вот такой вот платьице. Сзади у него тоже... Нет. Да. Тоже защипы. Я вам сейчас покажу. На вешалке. Немножко вот эта рубашечная штука. Ну, ничего. Зато воротник не такой прямо стоит, что, знаете, по городу. А вот так. Вот. Здесь свет ужасный. Мне это написали после моего видео из Зары. Написали кучу комплиментов. Какие хорошо выглядят девочки. Это хороший свет. Вот вы видели мое видео следующее из Дичины. Мы вот сегодня... Все очень зависит от света. Я абсолютно такая же. Ничего себе изменилось. Но в некоторых примерочных очень хорошее освещение, под которым вы выглядите хорошо. Примерочная большая. Можно отойти подальше. А вот в Uniqlo и в H&M примерочные ужасные. Они совершенно не... Такой ужасный свет, под которым вы выглядите просто... Да в Заре тоже. Это просто вот в этой большой Заре, куда я ездила. Там есть большая примерочная. И там вообще свет как-то получше. А вот в Uniqlo в H&M самый ужасный свет в примерочной. Ну, в общем, вот такое вот платье. Вот так оно сделано. У меня есть карманчики. Мне оно очень нравится. Особенно там было синего цвета платье. Просто очень красивый цвет. Васильковый. У меня здесь ничего... Ну, прям Васильковый. Красивый-красивый Васильковый цвет. Вот как на моей юбке. Тоже такого нету. Ну, в общем, вот такой. Вот прям вот, знаете, вот этот. Вот такой. Синий. Красивый синий цвет. Так, значит, платье был размер Small. Стоит оно еще 70 долларов. Состав его... Само платье 67 леоцелл и 30 триллион. Но подкладка полиэстровая. Не первый год я замечаю, что Uniqlo... Видите, это никакой не Uniqlo U, не Uniqlo C, ничего просто Uniqlo. Не первый раз я замечаю, что Uniqlo делает вот такую лажу. Видите, вот подкладка, она полиэстровая. А само платье сделано из льна и леоцелла. Я вам хочу сказать, что вот в этом платье светлом нужна подкладка. Но вот, например, в черном она абсолютно не нужна. Потому что оно совершенно непрозрачное. Вот. А это светлое, прозрачное. Я думаю, что синяя тоже не настолько прозрачная, что подкладку вполне можно убирать. Она здесь, правда, пришита. Вот, видите, на таких вот... А, она на кнопочках, видите, на таких. То есть ее можно отстегнуть запросто. И вообще эту подкладку не носить, а использовать с чем-нибудь других. Что тоже удобно. Сзади у него вот такая одна защипа. Пояс. Сделай, дикторит. И вот такие вот здесь защипы по всему платью почти где-то до донежи талии. И вот так вот оно, с кармашками. Симпатичное платье. Очень ничего. Ну все, дорогие девочки. Вот такие у нас были примерки. По-моему, очень сегодня были симпатичные вещи. Из Юникло. Вот эта юбка мне очень понравилась. Не знаю. Ткань какая-то немножко такая. Но цвет и фасон красивый. Не знаю. Посмотрим. Подумаю. Цена хорошая 30 баксов. Все остальное не на сейли. Еще вот эти бревки. Но у меня есть черные. Еще вот эта юбка неплохая. Цветом. Но все остальное. Какая-то она... Ну знаете, какая-то она очень большая. И очень меня увеличивает, по-моему. Ну все, девочки. Вот такие у нас сегодня были примерки. Всем привет из Канады. Всем привет из Юнику. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok